Нижнекамские хоккеисты Нижнекамские новости Городской суд поставил точку в громком уголовном деле 63-летнему Нижнекамцу, расчленившего своего товарища, вынесли приговор Обвинение просило 11 лет лишения свободы Адвокат настаивал на освобождении Какое наказание получил пенсионер в репортаже? Эта история прогремела на всю Россию В конце мая в лесопосадке около гаражного кооператива собака нашла человеческую ногу Началось следствие Под подозрение попал 63-летний Нижнекамец В тот роковой день мужчины пили вместе фанфурики Началась драка Подсудимый нанес несколько ударов молотком по голове От тела избавился по сюжету романа о маньяках Чтобы скрыть следы преступления и начитавшись заранее книгу о маньяке, который расчленял тела Он решил повторить его судьбу После чего он переложил уже умершее тело в ванную Расчленил на 10 кусков тела потерпевшего После чего в ночное время те куски, которые не помещались уже в холодильник Он вынес в разные части города, где их захоронил Тело собутыльника пожилой мужчина разложил по пакетам и сложил в колодец Во время следствия подсудимый вину признал Судебные слушания шли несколько месяцев Государственный обвинитель просил 11 лет лишения свободы В колонии строгого режима пенсионер проведет 10 лет Сам мужчина, судя по реакции, ожидал более сурового приговора На оглашении был и его сын За кадр молодой человек признался, что с наказанием согласен Но все же пожалел отца У осужденного проблемы со здоровьем Шансы дожить до свободы небольшие У сети магазинов первой доступной приостановлена лицензия на продажу алкоголя Четыре торговые точки закрыты Более ста нарушений выявлено и у сети «Фактория» Госалкогольная инспекция подвела итоги проделанной работы Это один из павильонов сети «Фактория» Не имеет фундамента и инженерно-технических коммуникаций А значит, считается нестационарным По закону продавать здесь пиво запрещено Специалисты составили протокол и изъяли больше 100 литров алкоголя И это лишь один случай В текущем году по сети «Фактория» и первой доступной изъяты 4890 литров алкогольной продукции В прошлом году у нас было 2047 литров Ну, в два раза больше Ни для кого не секрет, что купить пиво после 10 Можно практически в любом магазине «Фактория» Нарушений там много, кроме продажи алкоголя Не по закону, там же сбывают товар несовершеннолетним В первом доступном нарушений гораздо меньше За год изъято чуть более 420 литров Ну, а в общем цифры немаленькие Из-за законного оборота у нас в текущем году изъято 6346 литров алкогольной продукции По выявлению нарушений у нас общая сумма наложенных штрафов Составляет более 4 миллионов 4 миллиона 629 тысяч рублей Было проведено почти две сотни проверок Благодаря жителям выявили 260 фактов нарушений закона Люди в основном пишут на портал «Народный контроль» И жалуются именно на «Факторию» и первый доступный За 10 месяцев поступило 330 сообщений Сотрудники госалкогольной инспекции выделяют три основных вида нарушений Это продажа алкоголя после 10 часов вечера Нестационарные точки и торговля на остановках общественного транспорта И тем не менее «Фактория», несмотря на все нарушения, держится на плаву Инспекторы говорят, платят штрафы Хотя может играть роль и то, что «Фактория» принадлежит Роману Шапареву А он не только успешный предприниматель, но и депутат районного совета Возникает вопрос, почему народный избранник игнорирует закон И почему на это закрывают глаза другие депутаты Что касается первого доступного, то с 4 октября и до 19 ноября У этой сети приостановлено действие лицензии на продажу алкоголя Четыре торговые точки закрыты и еще пять перенесены в другие места Светлана Жумкова, Марсиль Джураев, Новости НТР Экологи нашли современный способ борьбы с нарушителями На красном ключе появились так называемые фотоловушки Которые фиксируют передвижение злоумышленников И уже есть первые штрафники Вот площадка с контейнерами Но скидывать строительный мусор сюда нельзя Согласно правилам благоустройства Люди должны вызвать либо специализированную службу Либо самостоятельно отвезти все на мусорный полигон Управляющая компания долго боролась с такими нарушителями И не раз вывозила подобные отходы Приносит элементарно даже для строительного мусора Ботву, который не могут сжигать Они просто вывозят на контейнер и выкидывают Не сам контейнер, а даже рядом с контейнерной площадкой Выявлять нарушителей с помощью фото-видео ловушек Экологи начали недавно Метод действенный, принцип нехитрый Как только в угол обзора скрытой камеры Попадает движущийся предмет В данном случае это человек Я ловушка сразу начинает записывать видео И в каких-то моментах дистанционно отправляет картинку В каких-то нужно воспользоваться флешкой Удобна эта вещь еще и своей мобильностью Установить ее можно в любом месте По своему желанию Но не все, кто попался в кадр, будут платить штраф Так как установить личность пешеходов сложно В случае, если нарушитель был на автомобиле Поиск упрощается до уровня обычного запроса Автомобилем был направлен запрос в ГИБДД Где пришел по запросу Были направлены письма для составления протокола Сейчас строительная площадка чистая Управляющая компания вывезла 8 камазов строительного мусора И перенесла контейнеры в другое место А экологи составили 5 протоколов на нарушителей Им придется выплатить штраф От 1 до 3,5 тысяч рублей Александр Комаров, Евгений Лазаев Новости НТР Записаться к узким специалистам по интернету Можно будет только за неделю до приема Раньше было за 2 На такие крайние меры врачи пошли Из-за пациентов, которые не приходят Назначенное время Таких, кстати, занесут в черный список Наталья Лушникова продолжит Давайте вот так посмотрим 206-й закончились талоны 206-й остались 212-й тоже аналог Можно туда Остались 22-й Поздно, да? Закончились талоны Проблема для Нижнекамска острая Запись на прием к узким специалистам Перешла в разряд дефицита Талоны не достать Население негодует К окулисту Да Долго ждали? Вообще нельзя было записаться Вот только сейчас Последний момент Стало более-менее А потом летом Или там вот Целый год Это была проблема К лору У меня гоморит сейчас А запись на 21 ноября То есть я уже практически долечилась И вот Ждать приходится А к лору попаду 21-го Хотя по факту надо было еще Недельный замуж Бывает, да, тоже К эндокринологу бывают Записи, да Бывает такое Ждем, да Врачи решили проанализировать ситуацию Подняли данные за сентябрь И выяснилось, что 22% Из записавшихся по электронной очереди Просто не пришли на прием Не пришли и лишили других возможностей Начать лечение Со стороны же все выглядит так Что врачи не хотят работать Пациенты ждут в коридоре Специалист в кабинете Но приема нет Время занято Передумавшим Но так и не отменившим запись Проучить таких Решили кардинально Три ложных записи И обеспечен черный список В программе ЕГИС Будет такой блок Который будет запрещать Этому человеку Уже за словом Он вообще не мог записаться дальше Он будет только приходить в больницу Эта мера пока на стадии разработки Сейчас, а если точнее С 9 ноября занять электронную очередь К узкому специалисту Можно будет только на 7 дней вперед Вместо прежних 14 Таким образом врачи рассчитывают Увеличить поток И нормализовать логистику приема пациентов Наталья Лушникова Марсель Джураев Новости НТР Печально известный полигон Резиновых покрышек в простях Может быть рекультивирован Произойдет это после смены арендатора Пожар, который не могут потушить Уже несколько недель Обнажил лишь верхушку айсберга Арендатором земли Является компания Нефтехим Агропром Именно на нее Выписали 6 административных протоколов По факту загрязнения Атмосферного воздуха Можно сказать, что Нефтехим Агропром Стал заложником ситуации К организации свалки Компания не имеет никакого отношения Но так как по документам Территория их Значит и отвечать тоже им Нефтехим Агропром Рядом они сажают сельхозкультуру Подсолнух Да, это их территория И когда они в 2019 году Брали в аренду Они не думали, что такая проблема возникнет Они просто Один катастрофный номер Один большой участок Они просто как дополнение взяли Не думали Как прицепом просто пришло Да, да, да Возникновение пожара Открыло вопрос о рекультивации свалки Полигон манит черных копателей Старыми станками шинного завода По одной из версий пожар возник Именно из-за того, что они нарушили земляной покров Исполнительный комитет намерен В корне изменить ситуацию Они будут нанимать специализированную Лицензированную организацию Которая будет Вот эти отходы оттуда выкапывать И утилизировать Установленным методом И вот здесь земля, которая останется Они просто разровняют И там по сути уже будет полнородная земля Но для процесса рекультивации Нужно отмежевать земли у арендаторов На это требуется срок А также необходимо определить источник финансирования Сейчас этими вопросами занимаются В исполнительном комитете города и района Александр Комаров, Евгений Лазаев Новости НТР Нижнекамский хоккеист Раиль Мустафин Был избит в ночном клубе Бугульмы Инцидент произошел 2 ноября 18-летний Раиль приехал в клуб Барвиха К своей девушке Где поссорился с одним из посетителей И как он рассказывает Когда вышел из заведения Чтобы не продолжать конфликт Его догнали шестеро человек и избили Сейчас парень находится в РКБ Казани Спортсмен заявил Что на него напали сотрудники Правоохранительных органов из Бугульмы Полицейские говорят иначе Зачинщиков был Мустафин По словам пресс-службы МВД Полицейский сделал замечание хоккеисту Но тот ударил сотрудника в лицо И сбил с ног Задержать парня не удалось Получивший травмы полицейский Обратился к медикам То же самое сделал и хоккеист В сообщении пресс-службы отмечено Что в 2017 году Раиль Мустафин привлекался К административной ответственности По статье по бою В хоккейном клубе «Нефтехимик» Ситуацию не опровергли Однако комментировать отказались Погибших при исполнении служебного долга Сотрудников полиции Почтили минуты молчания Сегодня в Нижнекамске прошел Траурный митинг Своей жизни отдали 9 нижнекамцев Альбина Валеева продолжит Никонор Шестаков Был честным и преданным Своему делу сотрудникам полиции Его убили почти 30 лет назад Злоумышленники заманили мужчину На пустынную дорогу И ослепили газом А потом зверски убили Нижнекамец был награжден орденом За личное мужество посмертно Очень хороший и честный был муж Он доверял людям Поэтому ночью вышел к ним Сказали о варе Вот и вышел Даже пистолет свой не взял Горе постигло и семью Дегтяревых Сын Надежды Николаевны Дмитрий Исполняя свой долг Не вернулся со службы Оперуполномоченному было всего 26 лет Жена осталась от нас Двумя детьми на руках Рассказывали сказку О папе О папе Тип Который там В космосе И вы знаете Когда ложимся спать И вот ребятишки всегда просят Бабля расскажешь сказку Про папу Тип У каждого пришедшего на митинг Своя трагическая история В списке погибших 9 нижнекамцев Которые отдали жизнь за спокойствие горожан Многие из них награждены посмертно А сегодня память героев Почтили трехкратным залпом И минутой молчания Мы склоняем Головы Перед их памятью Наша обязанность Действующих сотрудников Обязанность руководства И наш долг Это не забывать Семей Погибших Ребят Мы вас заверяем Что Любая поддержка Любая помощь С нашей стороны Со стороны МВД По республике Тарстан Будет вам оказана Мраморная доска Это усыпана цветами Сегодня их несут Родственники погибших Сотрудники И ветераны полиции На памятнике Перечислены имена Сотрудников полиции Которые погибли Во время исполнения службы Их имена Будут помнить Вечно Альбина Валеева Фахри Исламов Новости НТР Юная Нижнекамка Страдающая первичным Иммунодефицитом Исполнила свою Фантастическую мечту Девочка тренировалась Вместе со знаменитыми Баскетболистами Клуба Уникс Получила от них Кроссовки Джордан И мастер-класс Встречу с легендарными Игроками Организовала Благотворительный проект Мечтай со мной Я даже о таких Не мечтала Я думала Они какого-то Чуть-чуть другие будут Мне эти почему-то Больше нравятся Чем в моих мечтах Я не думала Что мне их подарит Такая легендарная команда Белоснежные И что самое важное Профессиональные кроссовки Рузеле подарили Игроки Баскетбольного клуба Уникс Известного Далеко за пределами Нашей страны Но еще больший восторг У девочки вызвала Тренировка Вести мяч И забрасывать его В кольцо Учил лично Капитан команды Антон Панкрашов С этих пальчиков Уходит он Раз А пальцами последними Сопровождаешь Вот смотри Как хорошо Невозможное Стало возможным Благодаря анкете Которую Рузеля Вместе с мамой Заполнили на сайте Благотворительного проекта Мечтай со мной Миссия проекта Исполнить желания Детей и стариков Чье состояние здоровья Угрожает жизни Рузеля К большому сожалению В их числе У 10-летней девочки Первичный иммунодефицит Когда жизнь ребенка Ограничивается В основном Больничными палатами И переливаниями И видишь Что вот оказывается Ребенок может бегать Прыгать Так же как и другие Ну понимаете Это просто Непередаваемые ощущения И я просто Очень благодарна Прежде всего Баскетболистам Которые вот нас поддержали Которые помогли Которые подарили нам Эти замечательные Джорданы О которых мы столько мечтали И к сожалению Не могли себе позволить День мечты Для Рузели Стал стимулом Не поддаваться болезни И продолжить Свои тренировки На протяжении Двух лет Пусть и с перерывами Девочка занимается Баскетболом Теперь в ее голове Прочно укрепилась Мысль Мечты Даже самые фантастические Могут стать явью Я мечтаю быть гематологом Мечтаю быть ветеринаром Но больше всего Я мечтаю стать Известной баскетболисткой А еще Рузеля мечтает Чтобы люди Чья жизнь Ограничена сложными диагнозами Повторили ее счастливую историю И обязательно строили Планы на будущее Наталья Лошникова Фахри Исламов Новости НТР Об этой теме мы узнали Благодаря нашим телезрителям Спасибо всем за сотрудничество Если у вас тоже есть Чем с нами поделиться Проблемой или радостью Звоните 077 100-40-07-70 Пишите в WhatsApp 8-917-93-73-077 Или посредством сайта Его адрес НТРДФИС24.ру Наши телекомпании Русфонд продолжают Совместный благотворительный проект Помощь детям На прошлой неделе Вы помогли Арсению Валову Спасибо Сегодня история Элины Негмедзянова Из Казани У девочки сахарный диабет Нужна инсулиновая помпа Элина плачет каждый раз Когда видит людей В белых халатах Боится, что и снова Сделают больно Поставят укол Или капельницу Как полтора года назад Она и не догадывается Что так врачи спасали Ее жизнь Девятимесячной малышкой Ее привезли в ДРКБ Анализ крови показал Уровень сахара Выше нормы В пять раз В один из дней Ей стало резко плохо Она была С утра Она была вялая Ее тошнило И было учащенное Тяжелое дыхание Это было очень тяжело Это был шок Стресс Уколы инсулина Два раза в день И строгая диета Следить за уровнем сахара У двухлетней малышки Сложно Поэтому и нужна Инсулиновая помпа Она может контролировать Состояние девочки И главное Уколов станет меньше Игла меняется Раз в три дня Дети с сахарным диабетом Нуждаются в ежедневной Постоянной инвекционной Коррекции инсулина Установка помпы Позволит снизить Частоту этих инъекций И обеспечит им Не такую привязанность К графику К постоянным инъекциям Что приведет К улучшению Качества жизни С инсулиновой помпой Элина сможет Пойти в детский сад Но на ее покупку И расходные материалы Нужно 226 тысяч рублей В семье, где двое малышей Таких денег нет Им можно помочь Отправив смс Со словом Дети На номер 5542 Стоимость сообщения 75 рублей Как внести больше вклад Можно узнать на сайте Нашей телекомпании Или Росфонда Гран-при на международном конкурсе В Санкт-Петербурге Взял Нижнекамский ансамбль Песни и танцы Нардуган Четыре дня Ребята провели В северной столице И представили На суд жюри Народные танцы С юными звездочками Встретилась Наша съемочная группа Все мышцы натянуты Как струна Руки и ноги В грациозном движении От красивых и четких разворотов Голова идет кругом Но только не у артистов Ансамбля Нардуган Они знают секрет Надо выбрать Определенную цель И смотреть на нее И такой целью Стала победа В международном конкурсе Фестивале Пять звезд Это лауреаты Первой степени Конкурс-фестиваль Прошел в Петербурге В нем приняли участие Более ста коллективов Со всей страны Перед танцорами Ансамбля Нардуган Стояла непростая задача Рассказать языком танца Историю татарского И албанского народов Мы ездили в Турцию На фестиваль В 1997 году И познакомились С такой народностью Как Албания Нам очень понравились Их костюмы Их быт Их культура То есть Мы оттуда привезли Вот этот албанский танец И он везде Так скажем На ура Трехдневная программа Была очень насыщенной Обзорной экскурсией По городу Мастер-классы Прекрасное настроение И положительные эмоции Задали ритм коллективу На конкурсный день Нам понравился конкурс Очень интересно Никогда мы не скучали Всегда были экскурсии Мастер-классы Спасибо большое Нашим родителям И педагогу За эту прекрасную поездку Каждый участник Был награжден Персональным кубком В этот раз Артисты боролись Не только за эти награды Но и за путевку В финал конкурса Пять звезд Который пройдет весной В Москве Альбина Валеева Евгений Лызаев Новости НТР Уличные танцы В 10 утра В доме народного творчества В честь этого Масштабного мероприятия Ребята записали Видеоприглашение Вся семья может прийти, потому что все получат удовольствие Детки могут сами побиться Получить мастер-классы Покушать вкусняшек Поиграть там же Там будут развлекательные мероприятия Квесты всевозможные И это будет все в течение вот этого одного дня 11 ноября Начало самого фестиваля в 10.00 Но мастер-классы уже начало в 9.00 У нас есть группа фестивалей, где можно зарегистрироваться Записаться Если кто-то не успевает, значит прийти прямо на сам фестиваль Зарегистрироваться и поучаствовать А далее вас ждут новости спорта и прогноз погоды Я напоминаю, что связаться с нашей телекомпанией Можно по телефону 40 07 70 Или посредством нашего сайта Его адрес ntrdfis24.ru Или через ватсап Его номер 8 917 93 73 077 У меня на этом все До свидания Удачных выходных И спасибо, что вы с нами Сегодня в новостях спорта Прошли отбор на ПФО в Нижнекамске Состоялось республиканское соревнование по армрестлингу В памяти Кайманова В городе появится новый турнир по дзюдо Об этом не только сразу после рекламы Прошли отбор на ПФО в Нижнекамске Прошли отбор на ПФО в Нижнекамске В СН весь ноябрь Режим цены Мука государев амбар Пшеничная Высший сорт 2 килограмма 29,90 Сосиски российские Дым-дымыч 1 килограмм 119,90 Акция действует с 6 по 12 ноября В гипермаркетах СН Действительно выгодно СТОМАТОЛОГИЯ ДЕНТАЛ Лечение зубов любой сложности Все виды протезирования Удаление зубов без боли Установка имплантов под ключ 30 тысяч рублей Консультация бесплатна Работаем по полюсам СОГАЗ РИСОГАРАНТИЯ ВТБ страхование Гагарина 54 Подробности по телефону 41 70 90 В ноябре Татсун От 369 тысяч рублей Зимняя резина В подарок ТА Практичный ТА Доступный ТА Татсун Марка Ночуйкова Звони 4 пятерки 3 семерки Автоцентр марка Ниссан К этой распродаже Год готовился Успей взять свой Ниссан С выгодой До 350 тысяч рублей Звони 4 пятерки 3 единицы На телеканале НТР Обзор спортивных новостей Студия Вера Вирц Здравствуйте Начнем с армрестлинга И месяца не прошло Как в спортивном зале Ярыш снова встретились Больше сотни спортсменов Ранее самых сильных Выявляли на городском уровне На этот раз Настал черед Республики Как и выступили нижнекамцы Узнаем далее в материале На пяти столах соревновались Более 300 спортсменов И юноши и девушки Были разделены На добрый десяток Весовых категорий А поскольку Возрастных групп Было несколько То параллельно Состоялись поединки Первенства Татарстана И чемпионата Татарстана Стоит отмечиться На турнирах Боролись и титулованные спортсмены Которые недавно вернулись С мирового чемпионата С медалями И средние спортсмены Наступающие опытным Буквально на пятки И что самое важное Много новичков Сегодняшний день Уже приходит к тому Что все-таки Спецификация А не сила Важна в этом виде спорта Все думают Чем больше банки Я так выражусь Тем сильнее спортсмен На самом деле нет Ты можешь поднимать И 70 килограммов На бицепс Но выиграет тебя Техничный парень И с хорошим стартом Поэтому здесь Конечно немаловажная Квалификация Тренерского состава Нижнекамск выставил На оба турнира Несколько десятков спортсменов Наши армрестлеры Представлены практически Во всех категориях Потому шансы пробиться На окружной этап Обоих турниров Были высоки Возлагаем большие надежды Конечно на стареньких Опытных уже борцов Таких как Такие как Софья Волкова Которые ездили на мир Также в строй вернулась Тучина Райля Которая на Европе стала вторая И большие надежды возлагаются На новеньких На молодых Спортсменов 2003-2004 годов Посмотрим как они отборятся Вроде идем нормально Занимаем призовые места Я посмотрел Двое соперников С России Чемпионы России И один еще Ну Можно сказать новенький Впервые вижу Но тоже мощный Одному проиграл Четыре победы Ну на левой руке Так Слабенько на правой Да уж Если смотреть Самое первое соревнование У меня был соперник Матвей Я с ним До России И вот в 55 боролся Он все время сильнее И сильнее становился Конкуренция все растет И растет Но я точно стабиль Шансы пробиться высоки Но и конкуренты не дремлят Если среди парней Самую мощную конкуренцию Нижнекамцам По традиции С год в год Составляют чисто польцы То у девушек В этом году Одними из лидеров По ходу поединков Были представители Кукмара Она очень сильная Я боролась до конца И без тренировок Я смогла побороть себя Я сейчас в другой категории В 50 килограмм Раньше боролась в 45 Поэтому для меня это Чуть и сложнее Есть разные дети Ну как сказать Некоторые горят Перед выходом А некоторые Да Они настроем выходят Вот Только что увидели Сами Они уже Боевым готовностями Они уже выходят Каждым годом Сильнее сильнее Надо еще жестче Работать В сумме Нижнекамские армрестлеры На обоих турнирах Заработали 18 медалей На чемпионате У наших одна бронза Зато на первенстве Урожай заметно больше 4 золота 9 серебра И 4 бронзы По итогам турнира Из сильнейших Сформируются Сборные Татарстана Дальше спортсмены Отправятся на окружные Соревнования Которые пройдут 7 декабря В городе Пермь Кирилл Довкаев Марсель Джураев Новости НТР Продолжим выпуск Новостями Из мира Восточных боевых единоборств Нижнекамцы Отличились в Казани Там прошелся Российский турнир По Кио Косинкай Казанопен Турнир получился Очень масштабным На татаме В течение Двух соревновательных дней Вышли в общей сложности Более двухсот спортсменов В различных Возрастных категориях А это представители Двенадцати регионов России Включая Москву Были среди участников И воспитанники Нашей третьей Детско-юношеской Спортивной школы По итогам поединков Золотые медали Смогли завоевать Виталий Кулик Виталий Русинов И Александр Панфилов Серебряные награды Завоевали Мурат Кормакаев Дмитрий Тихонов И Глеб Демидов Бронзовых медалей Удостоились Раиль Муртазин Максим Горячев Илья Назаренко И Артур Медведев Также судьи отметили Спортсменов И в отдельных номинациях Александр Панфилов Удостоился приза За самый короткий бой Отправив оппонента В нокаут За шесть секунд Ушли на перерыв Футболисты-нефтехимика Отправились в отпуск Он продлится До 20 января В первом месяце Нового года Команда должна собраться В Нижнекамске И в течение двух Последующих дней Пройти медобследование Планируется Что первый зимний сбор Основной состав Сине-белых Проведет в Нижнекамске Он будет посвящен Восстановлению Физической подготовки Планируется Что сбор продлится Около двух недель Второй намечен В Турции Где нефтехимик Проведет 4 спарринга Третий сбор Также будет в Турции Информация о датах Соперниках По товарищеским матчам И телетрансляциям Будет опубликована Дополнительно Сообщает официальный сайт Футбольного клуба Нефтехимик Следите за новостями В Нижнекамске Впервые пройдет турнир Подзюдо Посвященный памяти Нашего земляка Никиты Кайманова Местом проведения соревнований Станет многофункциональный Зал Ярыж Участие принимают дети 2007-2008 годов рождения Всех борцов разделят На 9 весовых категорий В каждой из них И разыграют комплекты наград Взвешивание участников Состоится 17 ноября С 8 до 10 часов Поединки стартуют в 11 дня Торжественное открытие турнира Состоится 18 ноября В 11.00 В Ярыше Приглашаются и участники И зрители На турнир приглашены Участники боевых действий Ветераны военной службы В числе которых Пограничники запаса Боевое братство И Союз ветеранов Афганистана Не пропустите Вход свободный Заявки на участие в турнире Уже принимаются По адресу электронной почты Которой вы сейчас видите На своих экранах На сегодня у меня все Смотрите далее В эфире НТР Прогноз погоды Я же с вами прощаюсь И напоминаю Что связаться с нашей редакцией Можно по телефону 40 0 7 70 А также посредством Нашего сайта ntrdefis24.ru До встречи в эфире Спонсор прогноза погоды ДК Альфа ДК Альфа принимает Коллективные заявки На проведение Музыкально-развлекательной Программы для детей Взрослых Новогодний серпантин С участием Деда Мороза Снегурочки И сказочных персонажей Телефон для справок 39 24 03 10 ноября В Нижнекамске ясно Температура воздуха Минус 5 градусов Ветер северо-восточный 5 метров в секунду В начале следующей недели Характер погоды Не изменится Спонсор прогноза погоды ДК Альфа Хотите побывать С детьми в сказке Мы поможем Дед Мороз Снегурочка И другие сказочные персонажи С любовью и теплотой Встретят вас ДК Альфа Принимает коллективные заявки На проведение музыкально-развлекательной программы Для детей и взрослых Новогодний серпантин С участием Деда Мороза Снегурочки И сказочных персонажей Телефон для справок 39 24 03 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»